Первый доклад Объясняется, какую роль играют те величины, которые мы будем считать Хотя мы написали свойства, свойств очень много Надо даже каждый раз не писать о синтетическом реализованном коэффициенте и вершинных константов Имеется сокращение, и мы это называем свойствами Действительно, приближение, которое здесь используется, позволяет написать амплитуду в бинарном канале А следовательно, из амплитуды вы можете извлечь любые свойства Но вот эти характеристики, которые здесь фигурируют АНС Это асимптотический коэффициент луновой функции в асимптотике И ВС это вершинная константа распада ядра А на В плюс С Ну, как правило, в литературе рассматривались раньше связанные состояния ядра А Но мы распространили эту теорию и на резонансные состояния И тем самым можем, например, нормировать, таким образом можем нормировать гаммовскую функцию Что очень существенно Зачем вообще эти величины нужны? Они играют очень важную астрофизическую роль С помощью этих величин, в частности, константы асимптотической Можно найти с хорошей точностью сечение реакции рационного захвата Ядром В частицы С с образованием ядра А И это сечение играет очень важную роль для нахождения астрономического С-фактора Более подробно я сейчас, к сожалению, говорить об этом не Значит, что нужно сделать? Поскольку связанные состояния и резонансные состояния Расположены не в физической области, а на положительной мнимой оси импульса Для связанных состояний и в нижней полуплоскости, в правом квадрате Для резонансных состояния Возникает задача такая Как найти эти величины в нефизической области фактически? А эти величины связаны с вычетом амплитуды рассеяния Значит, нужно получить амплитуду рассеяния в таком виде Чтобы ее можно было продолжить в область полуса И, соответственно, найти вычет И там вычет связан с асимптотической константой и с вершиной константой Ну, здесь, внизу этой картинки Написано, что этот метод уже употреблялся Вот, тут такие авторы, как Кукулин-Саген, Орлов, Спаренберг Указаны ядра, для которых это рассматривается Более подробно я сейчас теорию излагать не буду Поскольку есть ссылки и в тезисах Поэтому, кто захочет заинтересоваться более подробно этим методом Он может это посмотреть в литературе Ну, а разложение, функция основная, которую здесь мы будем эксплуатировать Это так называемая функция эффективного радиуса Она имеет то свойство, что зависит только от четных степеней К Ну, или от степеней энергии И если это разложение, которое здесь написано в виде трехчленов, сходится То вы можете, в принципе, написать любое число слагаемых Значит, вот эта функция В качестве исходных данных мы будем иметь фазы, как правило Для того, чтобы получить параметры этой функции Но очень важно использовать не только фазы рассеяния Для конкретных бинарных каналов Но также и положение полиса, которое бывает известно более точно, чем фазы И полисы не только связаны с состоянием Связаны с состоянием понятно, что хорошо известны А вот резонансы, они, конечно, известны с ошибками Но, как правило, это тоже более точные данные, чем фазовый анализ дают фазы Пошли дальше Теперь конкретно, какие системы рассмотрены Значит, в первом докладе речь идет о состояниях лития-6 Это состояние D-резонанса, а также основное состояние Вот мы придумали тут название для метода Это аналитическое продолжение Analytical Intimulation Effective Range Expansion Ну, здесь написано по-русски Это аналитическое продолжение Разложение эффективного радиуса Чем это оправдано? Дело в том, что, как правило, особенно в астрофизике Нас интересуют низкие энергии То есть маленькие, низкорездающие состояния Поэтому как раз метод, использующий функцию эффективного радиуса Непосредственно описывает тем лучше, чем меньше энергия Но при этом надо, конечно, помнить о том, что вы должны работать в области исходимости этого метода То есть это тоже важное, так сказать, обстоятельство, которое надо помнить И оценивать эту область Область определяется ближайшей особенностью Диаграммы рассеяния, которая может быть обменом какой-то частицы Или пиона, или нескольких пиона И так далее Теперь конкретно, что мы рассматривали в случае Лития-6 Значит, рассматривался момент эграмона двум Это D-волна Ну, D1, D2, D3 означает, что полный момент был 1+, 2+, и 3+. Дальше D3-канал Значит, для D3-канала известно положение резонанса Вот оно здесь написано ER 0,712 с ошибками Мер И γ 0,024 с соответствующими ошибками Мер Довольно узкий резонанс Значит, мы использовали в качестве фаз Данные из работ Грюблера Вот здесь написано 1,2 Из зеленого шрифта Обозначено сын работы В обоих анализах использовалась область энергии Немножко разная В первом случае от 3 до 8 меф А во втором случае от 0,87 до 5 меф Ну, это, конечно, существенно Если вас интересует, например, резонанс в области малых энергий То больше можно рассчитывать на Сет B, набор B Который показан в работе краснопутников А теперь перейдем конкретно к тому, что у нас получилось Вот, я сказал уже о положении резонанса Вот он здесь написан И, соответственно, имеется Вот два подгонки Для поведения фаз как функция энергии Вот, и результате этих подгонок С учетом того, что мы еще разговариваем Вот получились следующие результаты Для канала ДТ-3 Вы видите, что различные наборы дают довольно близкие результаты И единственное, что можно сказать Маленькое отличие есть у Брейд Витнера Даже до Брейд Витнера Здесь неплохо совпадает с результатами наших анализов Да, ну здесь описано, как определяется Брейд Витнерское приближение Канал Д2 Здесь, значит, экспериментальные точки показаны Кривые Оба набора данных выше трехчищечного порока Результаты показаны в табличке 2 Вот здесь, значит, более или менее тоже разные наборы Довольно близкие результаты Но видно, что приближение Брейд Витнера Это третья строка Сверху, если не считать обозначение Ж квадраты и С2 То есть и вершинная константа И асинтетический С2 Отличаются существенно Наконец, нюансом этой работы является тот факт Что впервые здесь использована смесь каналов Ну, вы знаете, как в Дейтроне Есть СД состояние Также в Дитии 6 тоже Поэтому Леонид Мирич Бахинцев рассмотрел это в своей работе И в данном случае функция эффективного радиуса Должна быть рассмотрена как некая матрица И, в общем, тоже разложение по низким энергиям происходит И вы можете получить результат Вот здесь дается для Д-канала одного Без учета связи со своломой Тут довольно Есть сходства, конечно Но есть и различия Но вот с учетом связи между каналами Результат показан здесь Но видно, что Значит, это первый метод Дальше положение Действительной части энергии резонанса Ширина его отложена Внизу то, что принято в литературе Вот И дальше 4 столбца Первые два столбца относятся к основному состоянию А вторые два столбца к резонансу Ну, видно, что для основного состояния у вас неплохо получается Хотя С2 довольно сильно отличается Но это маленькая величина Поэтому так она прыгает около нуля Что касается белого луны То тут, значит, ну тоже есть сходство довольно приличное Ну, какие выводы из этой работы следуют? Значит, мы видим, что метод, который мы рассматриваем, работает Причем работает не только для связанных состояний Но и для резонансных состояний тоже Но для того, чтобы получить более аккуратные значения Желательно провести дополнительные эксперименты с фазовым анализом Тоже фазовые все-таки прыгают И, естественно, отсюда возникают различия между результатами для разных методов Спасибо, первая работа закончена Посвящена ядру О-16 Я хочу сказать, здесь рассматривались только уровни выше порога Альфа-312 упругого порога И рассматривались в состоянии 0, плюс, 1, минус и 2, плюс Хотя на самом деле все знают хорошо, что кислород – очень сложное ядро И имеет огромное число уровней, в том числе и есть уровни ниже порога Но я хочу подчеркнуть, что в данном случае мы, поскольку рассматривали рассеяние альфа на С-12 на углероде Мы должны были выбирать только такие состояния, которые имеют отношение к альфа-частичной модели Ясное дело, что здесь очень много разных конфигураций, которые альфа-частичной модели не могут быть описаны Ну, в отличие от прошлого, первого доклада, здесь авторы Никитина и Орлов Значит, абстракт – это то, что написано в тезисах, я его пересказывать не стану, я долго, много времени может отнять И вот важно только то, что здесь обозначено синим, это ссылки на нашу работу Орлов и Оргазеев Никитина, где выписаны все необходимые формулы Фактически для случая бинарного канала, без учета связи канала Тишауэр – это работа, которая сделана в рматочном приближении на основании самых различных экспериментов Чем хороша эта работа, как исходные данные, что там, естественно, получаются плавные зависимости фаз от энергии И, так сказать, поэтому проще подбирать параметры, легче работать Однако, насколько это, так сказать, законно, вы можете сравнить, вы увидите некоторые картинки, где есть сравнение с третьей работой, плага, экспериментальной, где все было сделано из эксперимента И, так сказать, S используем как ароматницы Ну и еще основное состояние топлива Ну, дальше я здесь показываю фазы для разных состояний Это фаза для S-волны И используется эволюционно, здесь синяя точка слева Такое поведение должно быть у фазы Вот наша подгонка Вы видите, что подгонка получается очень хорошей Нет То есть описывается все, причем в качестве красной точки Здесь фигуры связанное состояние, а синяя кружочка – это резонанс Дальше P-волна То же самое, вы видите, красные кружки – это эксперимент Кривая – это подгонка И два синеньких кружочка – это резонанс Дальше D-волна Это то, что было в работе с R-матрицей Вы видите, фазы расположены так, что в пределах от минус 180 до 100 до плюс 180 градусов Пришлось это расшифровать, чтобы получить непрерывную веть фазы Вот здесь видно И видно, что фаза проходит через ноль и через P, а следовательно, амплитуда имеет полюса Поэтому в этом случае мы используем не простое разложение эффективного радиуса, а по D-аппроксиманту Ну и наконец, последняя D-волна Она имеет, вот как раз мы обсуждаем этот случай Значит, имеются два полюса, два резонанса, здесь они изображены А подгонка экспериментальной точки – синие, а R-матричная – красная Видите, что очень хорошо сработает Состояние для резонанса ноль плюс, резонанса один минус, два плюс и два плюс Видно, что они сильно различаются друг от друга Вот, ну, а выводы такие Значит, через этой таблице мы можем видеть, что результаты для разных состояний весьма сильно отличаются Большие значения коэффициента асимптотического для основного состояния пислорода означают, что периферийная часть волновой функции радиальной играет очень важную роль И, соответственно, дает большой вклад в реакцию альфа-гамма на С12 с образованием МО-16, что определяет С-факт Для резонанса один минус тоже самое Получилось довольно большие значения всех этих величин Что говорит о том, что это состояние в непрямом спектре играет очень важную роль И может определять сечение, о котором я говорю Ну, здесь еще подчеркивается хорошее согласие между арматочным формализмом и экспериментальными результатами И о том, что надо применять ПД аппроксиманта в тех случаях, когда фаза проходит через ноль и через ПИ Это, естественно, не с потолка берется под аппроксимацию, а, естественно, образом И, наконец, еще раз и говорено, что это приближение необходимо применять для состояния 2+. И еще раз говорится, что альфа-частичная модель нужна здесь Поэтому из всех уровней, которые мы рассматривали, только такие можно брать, где альфа-частичная модель работает Спасибо. Спасибо.